Продолжение следует... В принципе, то, что касается оказания специализированной медицинской помощи, у нас это все прописано в приказе и по меланоме ничем не отличается от других нозологий. Медицинская помощь оказывается у нас в соответствии с приказом 116Н, порядке оказания медицинской помощи и в соответствии с приказами по маршрутизации онкологических больных. С меланомой здесь в Северо-Западном федеральном округе все намного лучше, нежели чем с другими заболеваниями. Мы все с вами знаем, как у нас маршрутизируются пациенты, в том числе и с герминогенными опухолями, и с редкими опухолями. Меланома, к счастью, к таким не относится, и это связано, скорее всего, с тем, что лечение достаточно стандартное, то есть это хирургическое сечение, это можно выполнить в любой медицинской организации. Ну и, соответственно, наш проект по борьбе с онкологическими заболеваниями внес действительно достаточный вклад в то, чтобы пациенты начали получать современное лекарственное лечение, и, в принципе, уже по доступности этого лечения мы выходим на действительно хороший уровень. Я в конце своей презентации об этом расскажу. Прежде всего, хотелось бы отметить динамику по заболеваемости меланомы. Здесь показатели грубо и стандартизованы. Вы видите, что у нас в среднем заболевают меланомой 9,8 пациентов на 100 тысяч населения. Действительно, динамика кажется, что она увеличивается, но это все связано было с тем, что у нас был ковид, и, соответственно, в ковидный период у нас шел такой тренд на снижение. Но в целом в среднем у нас получается, что от 9 до 10 пациентов на 100 тысяч населения заболевают меланомой. Смертность. Видим, опять же, что несмотря на ковид, смертность у нас снижается, и нет пока тренда на увеличение, и, в принципе, это все связано с тем, что мы действительно начали активно лечить пациентов, мы начали применять современные лекарственные препараты. В некоторых ситуациях сказываются и различные программы по информированности населения на самообследование меланомой. Соответственно, здесь уже онконостороженность достаточно высокая. Также это связано с тем, что меланома, в основном мы говорим о меланоме кожи, соответственно, она у нас локализуется на поверхности, и, в принципе, те же самые терапевты, которые, к сожалению, не всегда могут выявить какие-то злокачественные образования, например, с легкими у нас проблемы, с колоректальным раком, ну, вот меланому они, к счастью, выявляют достаточно активно. Распределение по стадиям. Здесь мы видим о том, что меланома в основном выявляется на ранних стадиях, но такой вот тенденции к ранней диагностике или увеличению еще доли ранних стадий здесь нет. Видите, что разница между стадиями у нас идет, и изменения только между второй и первой стадией. Третья, четвертая стадия примерно находятся на одном уровне. К сожалению, там остается еще несколько процентов без стадии меланомы, но это связано с тем, что некоторые заболевания выявляются у пациентов посмертно, и, соответственно, не всегда стадия может быть установлена. Ну, вот вы видите о том, что у нас около 70% всей меланомы выявляется на ранних стадиях. И два показателя, которые характеризуют то, как мы лечим и то, как мы диагностируем. Вот одногодичная летальность. Вы видите, что у нас в 2014 году одногодичная летальность у пациентов с меланомой составляла около 13%. Дальше с этого времени у нас начинает развиваться программа различной расширенного доступа, появляется иммунотерапия. И мы видим, как полномерно у нас одногодичная летальность из года в год начинает снижаться. В 2019 год здесь отмечено начало федерального проекта. Это тогда, когда на онкологию начали выделяться действительно достаточно большие средства. Начали применяться инновационные лекарственные препараты практически в 70-80% случаев. И здесь вы видите, что у нас одногодичная летальность также продолжает снижаться. То есть, несмотря на то, что четвертая стадия остается у нас примерно на одном уровне, одногодичная летальность снижается. Это говорит о том, что пациенты действительно получают современное лекарственное лечение. Извините, здесь это пятилетние пациенты, стоящие на учете 5 лет и более. Здесь вы видите, что у нас также намечается тренд на увеличение, но он не такой активный, как при одногодичной летальности. В 2022 году уже пятилетняя выживаемость была 63,7%. Соответственно, мы надеемся, что этот показатель дальше будет увеличиваться. Конечно, за счет лечения. И то, на чем хотелось бы немного остановиться, это структура лекарственного лечения. К сожалению, мы не можем оценить структуру лекарственного лечения, которая применялась при меланоме до 2019 года, потому что эти сведения достаточно обрывистые. Не всегда можно найти информацию о том, как пациенты лечили. Но, в принципе, по опыту мы знаем о том, что у нас применялась в основном химиотерапия, иногда применялась иммунотерапия различными интерферонами. Потом появились у нас современные онкоиммунологические препараты. И здесь вот мы видим, что в 2019 году, когда еще только начался процесс финансирования в рамках федерального проекта, мы видим, что примерно 14% пациентов получали химиотерапию. И 75% получали моноклональные антитела в том или ином варианте. Либо моноклональные антитела в монотерапии, либо моноклональные антитела и химиотерапия. И здесь видно, что доля таргетов, она как будто уменьшается. Но, на самом деле, здесь данные представлены из оплаченных счетов в рамках ОМС. Но также у нас таргетная терапия идет и в рамках льготного лекарственного обеспечения. К сожалению, это посчитать затруднительно. Но по нашему опыту мы видим о том, что действительно пациенты именно меланомой, больше, чем другие заболевания, обеспечены таргетными препаратами, таблетированными по месту жительства. И, соответственно, так как они получают это все в рамках льготного финансирования, то, соответственно, эти сведения в ОМС никак не отражаются. Но то, что сейчас видно, что за прошедшие 5 лет доля монокональных кантитил выросла практически на 13%. То есть у нас, получается, уменьшается доля химиотерапии. То есть это следовое количество пациентов, которые получают, наверное, уже в каком-то режиме поддерживающем, либо те пациенты, которые выявлены на поздних стадиях, и которым иммунотерапия просто не даст никакого эффекта. И также, с учетом того, что у нас в рамках федерального проекта созданы центры амбулаторно-онкологической помощи, то большинство пациентов также получают лечение в центрах амбулаторно-онкологической помощи по месту жительства. То есть не обязательно приезжать в федеральное медицинское учреждение для того, чтобы получить этот препарат. Можно не приезжать в онкологические диспансеры. И, например, у нас Ленинградская область, где иммунотерапию получают пациенты и в Тихвине, и получают в Гатчине. Также пациенты получают лечение у нас в отдаленных цалопах, например, в Республике Карелия. Соответственно, мы видим, что действительно доступность инновационной терапии стала выше. Ну и какие перспективы? Ну, прежде всего, сейчас обсуждается широко вопрос о выдаче таблетированных препаратов в рамках ОМС. На наш взгляд, это такой достаточно спорный вопрос. Конечно, если будет достаточное финансирование, и мы сможем обеспечить всех пациентов в рамках ОМС лекарственной терапией, то это будет плюс. Пациент приходит, получает упаковку препаратов, приходит через месяц, например. Однако это требует действительно достаточно больших затрат, и мы ожидаем, что, может быть, в рамках нового федерального проекта борьбы с онкологическими заболеваниями это финансирование будет заложено. Включение новых препаратов в клинические рекомендации. Мы видим, что каждый год практически новый препарат входит в клинические рекомендации. Мы видим, как борются и компании фармакологические за то, чтобы этот препарат начали назначать. У нас есть такая дельта в течение года, когда препарат включен в клинические рекомендации и начинает закупаться. Но здесь, коллеги, нам главное не переусердствовать, потому что понятно, что новые препараты, они, может быть, показывают какую-то эффективность в рамках клинических исследований, но нам необходимо анализировать данные реальной клинической практики и проводить различные исследования с целью оценки эффективности лечения. И в том числе и финансовая эффективность лечения для конкретных групп пациентов. И, конечно, мы ожидаем о том, что будут различные работы, в том числе научные, в том числе на базе нашего центра, которые будут оценивать не только эффективность лечения в рамках клинических исследований, но и в рамках той оказанной медицинской помощи в субъектах, которая сейчас проводится. Ну и поиск новых генов, которые, возможно, будут влиять как на более таргетных пациентов, которым будет терапия максимально эффективна, так и генов, которые могут отвечать за оценку не только эффективности лечения, но и прогноза заболевания в целом. И, может быть, как на следственной раке при молочной железе и ракеичников, у нас меланома также покажет какой-то эффект на уровне генетическом, и, соответственно, мы будем выявлять пациентов, которым, например, будем в рекомендациях писать, что в солярии не надо ходить и не надо ездить в отпуск, потому что высокий риск развития меланомы. В принципе, на этом все. Благодарю за внимание и с радостью отвечу на вопросы, если они есть. Продолжение следует...